Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы находитесь на канале первого видео авторынок и добро пожаловать на очередную серию сравнительного обзора. А сравнительный обзор сегодня будет про два крайне популярных на вторичном рынке универсала. Этих машин в варианте без пробега по России еще на рынке достаточно большое количество. И у тех из вас, кто рассматривает для покупки экономичный японский автомобиль с таким кузовом, еще есть шанс выбрать себе подходящий. Ну а чтобы выбирать было проще, сегодня о преимуществах и недостатках каждого из них. Встречайте, Honda Shuttle и Toyota Corolla Fielder в кузове E160. Honda Shuttle как модель появилась в 2015 году. Эту машину продолжали выпускать до 2022 года, обновив при этом на рубеже 2019. Вариантов двигателей под капотом этих автомобилей было два. Это либо обычный бензиновый мотор объемом 1,5 литра на 132 лошадиные силы, который сочетался только с вариаторной коробкой передач, передним либо полным приводом. Так и гибридная разновидность. Те же самые 1,5 литра, но уже 110 лошадиных сил плюс электромотор. Суммарная отдача комбинированной силовой установки на гибриде 137 лошадей. Но в качестве элемента, связующего двигатель с колесами, здесь выступает роботизированная 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями. Toyota Corolla Fielder третьей генерации в кузове E160 появилась раньше, в 2012 году. Машину обновляли в 2015 и в 2017 годах. А на конвейере эта машина продолжает оставаться по сей день. Под капотом этих автомобилей было чуть побольше вариантов силовых установок, чем у конкурента из Хонды. Здесь могли стоять полуторалитровые двигатели на 109 либо 103 лошадиные силы, в зависимости от того, передний либо полный привод был у автомобиля. Мог быть двигатель объемом 1,8 на 140 лошадиных сил, а также гибридная силовая установка, где в качестве бензинового двигателя была полторашка на 74 лошади плюс электродвигатели. Суммарная отдача гибрида около 100 лошадиных сил. Коробки передач здесь были либо вариаторные, либо механические, которые встречаются крайне редко, либо бесступенчатая трансмиссия, представляющая собой планетарный редуктор на гибридных экземплярах. В нашем сегодняшнем обзоре участвуют два автомобиля без пробега по России. Хонда Шаттл 2017 года выпуска, это дорестайлинг, пробег по Японии 116 тысяч километров, полторашка передний привод, вариаторная коробка передач. И Тойота Королла Филдер 2019 года с пробегом по Японии 109 тысяч километров в гибридной версии. Начинаем с габаритных размеров кузовов. У Хонды Шаттл длина кузова 4 метра 40 сантиметров, ширина 1,69 метра, а высота 1,54 метра. Колесная база этого универсала 2 метра 53 сантиметра, а снаряженная масса 1130 килограмм. Радиус разворота 4,9 метра. Длина и высота Филдера в кузове Е160 не отличается. Длина те же 4,40 метра, ширина 1,69 метра, а вот высота этого автомобиля поменьше 1,46 метра, в зависимости от версии исполнения. Колесная база универсала от Тойоты при этом на 7 сантиметров больше и составляет ровно 2,60 метра. Радиус разворота тот же 4,9 метра. Оба автомобиля достаточно маневренные. А снаряженная масса Филдера в гибридной версии 1170, а вот в бензиновой обычной 1120 килограмм. То есть здесь с конкурентом из Хонды фактический паритет. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, Хонда Шаттл это типичный японский современный автомобиль. Разброс показаний толщиномера для этой машины, для заводских показаний, будет лежать в диапазоне от 80 до 105-110 микрон в максимуме. То есть окрашен автомобиль достаточно тонким слоем, но разброс показаний минимальный. Что касается Тойоты Короллы Филдер, то на этом автомобиле в целом толщина окраса похожая. Хотя минимальное значение на данном автомобиле микрон на 10 больше в среднем разброс составляет от 87-88 до 111-115 микрон. Ну а теперь к самому интересному сравнению багажников двух универсалов. И начнем с Хонды Шаттл. Каталожный объем багажника у Хонды Шаттл немаленький. 570 литров при поднятых спинках сидений второго ряда. Если их сложить, объем увеличится до 1140 литров. Давайте посмотрим, как это выглядит в линейных размерах. Ширина багажного проема Хонды Шаттл в его широкой верхней части 110 сантиметров. Высота от пола до крыши 84. Длина багажника по полу до поднятых спинок сидений 96 сантиметров. Наибольшая ширина багажного отделения по полу 149 сантиметров, а наименьшая между колесными арками 95. Если вам надо увезти максимальное количество груза, складывайте сидения. В этом случае спинки сидений у нас раскладываются в абсолютно ровный пол. Багажник получается просто огромным. И расстояние до спинки переднего сидения от заднего борта становится 181 сантиметр. Максимальная длина груза, который вы здесь увезете, при том, что груз узкий и длинный, это 2,50. Что касается дополнительных удобств в багажнике Шаттла, здесь есть плафон освещения наверху, который включается принудительно при помощи тумблера. Здесь есть неглубокие достаточно кармашечки непонятного назначения под фальшпанелями сбоку с одной и с другой стороны. Глубина их очень небольшая, буквально сантиметра два с половиной. Но что-то негабаритное можно туда и сложить. Зато в подполье вольготно. Если автомобиль переднеприводный и негибридный, у вас будет дополнительно два отсека под фальшполом. Причем весьма вместительных. В первом из них, ближнем к бамперу, также скрывается ремнабор под дополнительной пластиковой панелью, которая запирается замками-вертышами. Здесь мы видим герметик, компрессор и набор штатного инструмента. Ну а домкрат расположен за еще одной фальшпанелью у самого заднего борта. Ну и также у Хонды Шаттл есть традиционная для автомобилей этой марки фишка с подъемом подушки заднего сидения, которая позволяет вам возить некие высокие грузы или, например, горшки с цветами. Ну а теперь к багажнику Королы Филдер. Каталожный объем у него меньше, чем у Шаттла. Всего 407 литров при поднятых спинках задних сидений, при сложенных менее 900. Начинаем замеры. Ширина багажника по проему здесь поменьше, 106 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 74. Погрузочная длина до спинки сидений практически одинаковая, 94 сантиметра. Широкая часть по полу 1,45 метра, а в узкой части 96. То есть это тоже практически одинаковый с Шаттлом параметр. Складывание спинки сидения в данном случае осуществляется прямо из багажника. Никуда тянуться не придется. В этом случае погрузочная длина по полу увеличивается до 1 метра 76 сантиметров. А вот максимально длинный груз, который здесь можно увести, будет больше, чем в Шаттле. 2 метра 58 сантиметров от передней панели до заднего борта. Что касается удобств в багажнике, то здесь будет немножко побольше вариантов, чем в ходе Шаттл. В частности, у Филдера присутствуют крючки для того, чтобы подвесить какие-то небольшие пакеты. Есть уже упомянутые ручки складывания сидения, плафон освещения, также принудительно включаемый, и подполье. Несмотря на то, что это гибридная версия, у нас есть под полом штатный инструмент, специально отформованный пластиковые ниши. Еще одна тоже неглубокая ниша располагается под второй фальшпанелью. Вот внизу, в данном случае, могла бы быть и докатка, но вместо нее просто пенопластовая корыта, в котором лежит ремнобор и домкрат. В целом, объем подполья в Хонде Шаттл будет побольше. Правда, речь идет об обычном бензиновом варианте в гибриде, либо на полном приводе. Естественно, ситуация была бы чуть другая. Ну а теперь про салон Хонде Шаттл. На самом деле, ключевой козырь этого автомобиля, пожалуй, посадка. И возможность подстроить под себя рабочее место водителя. Рулевая колонка у Хонде Шаттл регулируется по двум плоскостям, как по наклону, так и по вылету. Причем диапазон этой регулировки очень большой. Водительское сидение также имеет достаточно солидный запас по регулировке, по длине в том числе. Максимально отодвинувшись назад и опустив сидение полностью вниз, я практически вытягиваю левую ногу. Практически, потому что небольшой угол в колене все равно остается. Несмотря на это, сидеть за рулем этого автомобиля достаточно удобно. Мой рост 1,86 м и посадку получилось подобрать достаточно быстро. Опоры под локти здесь присутствуют. Это подлокотник на дверной карте и подлокотник на центральном тоннеле. Сам тоннель высокий. Что касается клавиш и органов управления, перегруженности кнопками в этой машине нет. Абсолютно стандартный блок стеклоподъемников. Управление зеркалами с функцией складывания. И блок вспомогательных клавиш. Это система стабилизации, складывание зеркал в автоматическом режиме, противотуманные фары и корректор фар снизу от рулевого колеса. В нашей комплектации руль самый обычный. Он пластиковый, но при этом не скользкий и удобный по форме. Подрулевые переключатели на своих местах. Управление магнитолой на руле. И сенсорная панель климат-контроля. Которая имеет довольно-таки приятный отклик. И в целом выглядит крайне симпатично. Пользоваться удобно. Комбинации приборов нареканий ноль. Она крупная, очень хорошо читаемая. И подсветка панели приборов не раздражает глаза ни в каком из режимов. По части бардачков и подстаканников есть довольно-таки вместительный бокс под центральным подлокотником. Два глубоких, больших подстаканника посредине. Полочка под мобильный телефон. И основной перчаточный ящик. Небольшой по объему, но бумаги формата А4 сюда вполне войдут. Плюс небольшие ниши внутри дверных карт. В плане обзорности у шаттла тоже все хорошо. Хотя на предыдущем поколении Fit Shuttle было лучше. Здесь есть дополнительные окошки в передних стойках, которые по идее должны исключить мертвую зону при поворотах. И они с этим справляются. Панель, несмотря на то, что она здесь выше, чем в предыдущей генерации, тем не менее оставляет достаточно пространства для обзора вперед. Линия бокового остекления низкая. Боковые зеркала, несмотря на зауженную к краю форму, довольно информативные. Ну а с парковкой назад помогает камера заднего вида. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. На втором ряду шаттла сидеть вполне вольготно. При росте 1,86 м сам за собой я не касаюсь коленом переднего сидения. Здесь высокая подушка. Она выше, чем кресло переднего ряда. При этом наклон регулируется. Правда, выбор этих регулировок не очень большой. Но, тем не менее, такая функция есть, и это приятно. В данном случае нет центрального подлокотника, а само сидение профилировано под двух седоков. Центральная часть здесь существенно повыше. На полу присутствует туннель, но он не большой высоты, а каких-то дополнительных удобств для задних пассажиров в виде подстаканников и так далее здесь попросту нет. Можно ли отправляться на заднем сидении шаттла на дальняк? Однозначно, да, запас пространства и над головой, и в целом по ширине присутствует. Плюс под правой рукой есть подлокотник, хоть и пластиковый, но все же опора. Что касается салона 160-го Филдера, в этой машине определенно могут возникнуть вопросы по подбору удобной посадки у людей высокого роста. И причиной тому будет отсутствие регулировки руля по вылету. В данном случае регулируется колонка только по наклону, но в очень небольшом диапазоне. Само сидение, кстати, здесь отодвигается такое впечатление, что дальше, чем в шаттле, потому что левую ногу в колене получается выпрямить полностью. Однако само соотношение положения сидения и рулевого колеса в Хонде удобнее. Здесь же приходится пододвигаться чуть ближе, чем хотелось бы. Сам руль здесь также пластиковый, он тоже не скользкий и тоже имеет удобную форму. В нашей комплектации на него также вынесено управление магнитолой. Что касается опоры под локти, здесь также есть опора под правый и под левый локоть. Причем в обоих случаях подлокотники жесткие, оба из пластика. Что касается кнопок и прочих органов управления, стандартный блок управления стеклоподъемниками. Зеркала здесь не на двери, а на панели. Присутствует монетница традиционная для этих автомобилей. Справа внизу корректор фары, несколько клавиш вспомогательных систем переключения света фар ближний и дальний. Также здесь у нас есть контроль полосы и контроль дистанции. Под рулевые переключатели, как и в Хонде на месте, пользоваться удобно, вопросов ноль. Под мультимедийной системой автоматический климат-контроль на одну зону. Управление оборотами вентилятора и температуры организовано в виде удобных поворотных рукояток. Клавиши включения авторежима, кондиционера и выключения обдува очень большие и пользоваться всем этим можно не отвлекаясь от дороги. Все интуитивно понятно. В плане разного рода бардачков, ниш и подстаканников в центральном боксе есть ящик. Он глубокий, но практически квадратный по своей форме. Перед селектором коробки передач есть подстаканник, который легко превратить просто в обычный карман. Бардачков здесь два. Есть верхний и нижний перчаточный ящик. Суммарный объем довольно солидный. В верхний войдет даже довольно внушительная по размеру бутылка с водой. Ну а вниз можно положить очень много чего, не только бумаги формата А4. Что касается дверных карт, внизу есть ниши, они побольше, чем на Хонде. И передняя часть четко отформована под стакан, либо под бутылочку. Что касается обзорности, здесь с этим все в порядке. В отличие от Хонды, здесь более узкие передние стойки и мертвых зон они не создают. Линия остекления низкая, капот практически невидимый. Ну а передняя панель в данном случае не бросается в глаза и не перекрывает часть обзора. Боковые зеркала здесь еще более зауженные к краю, чем на Хонде. И по площади они поменьше, но в целом привыкнуть к ним можно. А с обзорностью назад помогает, как и в Хонде Шаттл, камера заднего вида. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. По части пространства сзади у 160 филдера все обстоит также очень даже неплохо. При посадке сам за собой я не касаюсь коленом спинки переднего сидения. Да и расстояние здесь примерно то же, что было в Хонде Шаттл. Расстояние над головой здесь поменьше, но запас есть. У задних пассажиров тут присутствует подлокотник. Довольно-таки удобный и мягкий. На дверной карте жесткий пластмассовый. Но, тем не менее, он есть. Подушка сидения в данном случае тоже находится чуть выше передних. Однако это не столь заметно. В Хонде Шаттл все же опоры под бедро было больше. Спинка заднего сидения у филдера также регулируется, но угол этой регулировки тоже не слишком большой. Однако при этом, в отличие от Хонды Шаттл, сама подушка практически плоская в центральной части, поэтому три человека здесь разместятся легко. Да и тоннеля на полу вообще никакого нет. Как нет и дополнительных удобств для задних пассажиров. Что касается силовых установок, то под капотами и Хонды Шаттл, и Тойоты Королл и Филдер стояли на редкость надежные двигатели, по праву заслужившие себе репутацию эталонов. В этом вопросе у Хонды под капотом этой генерации уже стояли новые моторы серии L15B в случае с бензиновыми и LEB в случае с гибридными установками. Довольно простые по конструктиву рядные четверки с двумя верхними распредвалами и цепным приводом ГРМ. Отличительная особенность Хонды, ни на обычном, ни на гибридном варианте нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировкой клапанных зазоров при необходимости заниматься придется, а регламент предписывает делать это раз в 40-45 тысяч километров пробега. Кроме того, у этой генерации Шаттла вы уже не обнаружите по две свечи на цилиндр. В любом случае, что на обычном бензине, что на гибридном варианте, будет стоять 4 свечки. По соотношению объема отдача, Хонда смотрится выигрышней с полутора литров. Здесь снято в 132 лошади на бензине. А гибридная версия оказывается достаточно быстрой за счет того, что там используется трансмиссия с минимальными потерями. Это DSG, то есть роботизированная коробка с двойным сцеплением плюс электродвигатель. Основным преимуществом Хонды по сравнению с европейскими вариантами с обычными DSG является то, что стоя в пробке, вы большую часть времени двигаетесь на электротяге. Считайте, что первая передача у вас электрическая, поэтому ресурс самого узла сцеплений на этих автомобилях далеко не маленький. Хотя некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью обслуживать подшипники коробки. Что касается Corolla Fielder в кузове Е160, здесь также стояли 4-цилиндровые моторы, либо старой серии NZ, 1NZ FE и 1NZ FXE, если говорить про гибридную версию, которая работает по циклу Аткинсона. Сцепным приводом ГРМ, правда, цепь на них служит поменьше, чем на Хондах, порядка 150-160 тысяч километров до замены. На тех версиях NZ, которые попали под капот этих современных автомобилей, уже стоят гидрокомпенсаторы, поэтому заниматься регулировкой клапанов на Тойоте, в отличие от Хонды, уже не нужно. В плане отдачи двигатели выглядят поскромнее, однако все же Fielder, даже с вариаторной коробкой передач, довольно-таки шустрый автомобиль, конечно, по меркам своего класса. Параллельно с NZ сюда устанавливался и другой полуторалитровый двигатель более современной серии 1NR FKE. Этот двигатель уже имеет возможность работать по циклу Аткинсона за счет более продвинутой системы фазорегулирования. Он более требователен к качеству топлива и требует заправки уже сугубо высокооктановым бензином. Хотя мощность двигателя осталась та же, 109 лошадиных сил, но улучшилась экономичность. Максимальный двигатель для Fielder это мотор 1.8 2ZR-FAE, то бишь оборудованный системой Valvematic. Вот с этими двигателями при покупке подобных машин нужно быть осторожнее в плане более тщательного подхода к диагностике. Как минимум прочитайте такую машину сканером на предмет ошибок по системе Valvematic, альвиная доля отказов которой происходит по вине окисления управляющей электроники внутри блока управления. С таким мотором Fielder получается наиболее динамичным. Все-таки 140 лошадиных сил дают о себе знать. Ну а гибрид в данном случае построен по схеме Prius. Есть бензиновый двигатель, есть два электромотора, один из которых мотор-генератор, один тяговый двигатель. Общая суммарная мощность силовой установки на гибриде это около 100 лошадиных сил. Такие машины тратят крайне мало топлива в пределах 4 литров на 100 км пути по городу и отличаются неплохим подхватом снизу благодаря электротяге. Ну а в плане коробок передач у Fielder также нет никаких вопросов, что вариаторы, что механические коробки служат исправно. Ну а планетарный редуктор на варианте с гибридной силовой установкой поломать вообще практически нереально. Ну а перед тем, как посмотреть на Honda Shuttle на подъемнике, давайте продвижимся по дорожному просвету. Каталожное значение клиренса для данной модели 130 мм. Самая низкая точка у этого автомобиля будет находиться под защитой моторного отсека. И от нее до асфальта порядка 12 см, что даже меньше, чем заявлено. Расстояние до пластикового брызговичка и вовсе 11 см. Правда, отломить его довольно проблематично даже на морозе. Ну а передний бампер находится от поверхности асфальта в 17 см. Не назвать большим и расстояние от асфальта до поддомкратника в передней части порога. Это 15,5 см. Задняя часть автомобиля повыше 17,5 см. Ну а расстояние от земли до края заднего бампера 25 см. Причем, стоит отметить, что парковаться к высокому препятствию задним кодом на этом автомобиле в целом можно смело, поскольку ниже этого габарита здесь особо ничего не выступает. Ну разве что банк оглушителя, который, правда, находится примерно посредине заднего свеса. Так что, если не утыкаться в очень высокий поребрик колесами, вы ее не повредите. Ну а теперь про дорожный просвет коровый филдер. По каталогу он составляет 15,5 см. Низшая точка в данном случае это часть пластикового фартука под передним бампером. И до него от поверхности земли ровно 15 см. Пластиковый брызговичок чуть ниже, в районе 14 см. Ну а до края самого бампера 18 см. Соответственно, передняя губа находится еще выше этой отметки. Так что по ребрикам на нем подъезжать можно довольно смело. Расстояние за передним колесом до порога от поверхности земли 15 см. Но расстояние до брызговичка перед задним колесом 13 см. Задний бампер находится на расстоянии 24 см от поверхности асфальта. Ниже этой отметки свисает буксировочная петля. И с противоположной стороны, рядом со второй петлей, выхлопная труба. Причем не банка глушителя, а именно сама законцовка трубы. Что касается ходовой части Хонный Шаттл, то здесь у нас традиционная для бюджетных автомобилей схема подвески. Передняя подвеска типа Макферсон. Нижние рычаги имеют запрессованные шаровые, которые по логике производителя меняются только вместе с рычагом в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости имеет достаточно серьезное сечение прута по меркам легковых автомобилей. Расположен он на подрамнике. И доступ к его креплению здесь очень даже неплохой. Так что проблем с заменами тех же самых втулок не будет. Рулевая рейка здесь электрическая. Соответственно никаких проблем с протечками, шлангами, гуром и так далее здесь не может быть по определению. Что касается антикоррозийной обработки, то по традиции Хонда для внутреннего японского рынка ее лишена. Что собственно говоря очень хорошо видно при взгляде снизу. Здесь присутствует только в некоторых количествах шовный герметик. И совсем небольшое количество антикора нанесено на внутренние части порогов в районе поддомкратников. Днище автомобиля по большей части закрыто пластиковыми грязезащитными фартуками. По хондовской традиции топливный бак также находится под этими защитами. В базе автомобиля его объем 40 литров. Задняя подвеска простейшая. На переднеприводных вариантах зависимая. Обычная балка. Пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга. На полноприводных вариантах будет подвеска типа D-Dion. И задние тормоза у этих автомобилей барабанные. Что также довольно таки часто попадается на японских бюджетных машинах. Что касается антикоррозийной обработки в задней части автомобиля. Ее становится больше только на самом тазике. В районе усилителя бампера мы видим все тот же очень локальный шовный герметик. Передняя подвеска Филдера та же самая по концепции как и на Хонди Шаттл. Тот же самый Макферсон. Причем и рычаги здесь такой же конструкции. В отличие от предыдущего поколения, где шаровые крепились на болтах. Здесь они точно так же запрессованы в сами рычаги. Но вот с доступом к стабилизатору поперечной устойчивости на подрамнике здесь проблем больше. И скорее всего для замены втулок придется подрамник частично демонтировать. Рулевая рейка также здесь электрическая. Тоже никаких проблем с системой ГУР вы по определению не будете иметь. А по части антикоррозионной обработки все очень даже похоже на Хонду. В передней части тот же самый шовный герметик. Дно закрыто по сути только тепловыми экранами. Но чуть больше по площади нанесено антикора. Хотя расположен он тоже сугубо в некоторых местах. И большей частью сосредоточен вдоль порогов. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Объем его для гибридного автомобиля 36 литров. Для бензинового автомобиля 42 литра. Задняя подвеска выглядит как обычная балка. И причем таковой она останется даже на полноприводных вариантах. Собственно пружина и амортизатор здесь также разнесены отдельно. А задние тормоза точно такие же барабанные как и на Хонде Шаттл. Здесь отличий по конструктиву нет. Что касается антикоррозионной обработки. То в данном случае и у Тойоты тоже сугубо шовный герметик в задней части. На этом наш обзор подошел к своему логическому завершению. Надеемся после просмотра этого видео у вас в целом появилось понимание того какой из этих двух автомобилей стоит предпочесть лично вам. Если же вас заинтересовал конкретный автомобиль из тех которые были сегодня на нашем обзоре. Есть приличный шанс что к моменту публикации этого видео машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию по машине можно уточнить воспользовавшись контактным телефоном. Который мы указываем в описании под видеороликом. На этом же номере есть и ватсап. Так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Если же у вас был или есть до сих пор какой-то из этих двух автомобилей на котором вы проехали. Достаточно и вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить. Также не ленитесь прописывать все это в комментариях. Людям которые выбирают какой-то из этих двух автомобилей ваш комментарий поможет сделать правильный выбор. Если обзор оказался полезен, понравился ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну или какие пары автомобилей вы хотели бы видеть в подобном обзоре сравнений. Спасибо, что смотрите нас. Хорошего дня и до новых встреч на канале. Пока!